привет зритель сейчас будет огромный обзор ухода на февраль так как у меня наконец-то стала течь нормально горячая вода то я на днях наконец-то смогу и вообще буду делать наконец-то чаще нормальные ванны не надо было ждать три часа когда там горячая вода тоннгой струйкой дотечет до ванной вот ванна а можно будет ну вот как обычно нормальные люди делают и как у меня было на механке раньше короче если интересно на губах у меня вот это вот мелкая помадка даже в этот раз будут пустые баночки потому что они набрались я решила не ждать когда там зима закончится сделать декабрь тире январь сейчас у нас будут обзор ухода интересно смотри не интересно ну посмотрите интересно короче у меня на уход на февраль идет вот такой маленький бочоночек кайлаша он у меня регулярно сейчас используется уже второй год с момента как интернет-магазин моя индия года где-то полтора что ли уже может два назад наверно полтора назад мне его как бы прислал на обзор рекламы ради я его потом регулярно стала покупать на озон вот если интересно что такое кайла дживан зайди на канал в плейлисты забей в поиск айла дживан у меня на канале или плейлист моя индия там два ролика второй ролик про это вот универсальная штука практически от всего я решила заюзать на февраль вот этот крем который у меня пару месяцев стоял в запасе как потому что вместо крема и узала другую штуку это у нас грин мама крем для ног 24 часа уход вот мочевина бетаин миндальное масло африканское карите хороший крем экономичный тут было 200 миллилитров там где-то вот ну вот столько осталось крышечку у меня от него еще тишка за заиграла если там какие-то звуки странные то это кошка с фантиком играет ей скучно одной играть там ей хочется чтоб я видела или слышала как она тут играет очень хороший крем вот он у меня год использоваться в феврале так я немножко начала его и еще поюзаю у нас сегодня какое число то блин у нас сегодня 28 января поднится в общем я пару раз уже его узала это алло фу алло я говорю эйвон сенсос гель для душа драгоценные масла белый персик ванильный орхиде крем гель для душа с маслом макадами это подарок от подписчицы лёлечки лёвочка у меня всегда такие очень полезные подарочки дарит мыльнорыльные вот тут целых 500 миллилитров я думаю ну я надеюсь что я его не заюзаю за весь февраль то может он еще и на март будет заявлен в общем вот я его буду юзать в феврале и сейчас еще чуть-чуть юзаю такой хороший гелик так у меня как бы заказала зубную пасту но и она даже сегодня пришла но по некоторым причинам я не за ней не смогла бы сегодня съездить и у меня там еще на вайтберс пара заказов я наверно заберу их все вместе за один переход но пока у меня нет зубной пасты и корейская закончилась я юзала как и говорила наверное в уходе на январь уптан я тут добавила немножко жидкости и теперь это такой жидкий уптан чтобы удобнее было щеткой брать и не демориться в общем вот в этой баночке из под русское поле маска бальзам для волос чеснок усиленная формула против выпадения волос который можно раньше было купить фикс прайсе или на озоне там на озоне ее больше я не видела фикс прайсе я редко бываю хорошая кстати маска вот в этой баночке из-под этой маски сейчас у меня находится уптан которому уже лет восемь это остатки того уптана которому уже лет восемь я его залила водичкой туда взболтала щёточку туда опускаю мешаю и чушь чушь зубы и все ништяк я потом думаю сделать еще уптан и вообще у меня давно мечта сделать зубной порошок на растениях на траве у меня даже какие-то там растения специальные с сапонинами лежат отдельно ну если интересно могу там какой-нибудь ролик записать с этим или когда буду делать или просто там у меня еще доме чай который мне когда-то просила подписчица лёдочка сделать обзор чая который у меня есть эти запасы чая у меня все руки не дойдут но у меня отдельный пакетик уже стоит с этим чаем который мной купленный а не то что я смикшировала там какие-то травы с травами или травы с чаем короче ну наверное я ее обозрю отдельно эту зубную пасту когда заберу и она уже потом будет в уходе на март заявлено но пока вот у нас пока я еще не забрала и пока у нас еще январь не закончился я вот юзу этот уптан уже несколько дней у меня мыло кстати тоже от лёлички весна 75 лет опыта натуральное мыло цветы весны подснежник 90 грамм вот такое мыльца я его буду юзать в феврале весь месяц спасибо лёличке лёличка вообще реально очень хорошие подарки всегда дарит так у меня как бы волосы если ты уже так месяца два или три ну хорошо если ты видел уже пару моих уходов там на январь декабрь то в курсе что у меня волосы как-то закапризничали и стал не подходить я ивановский шампунем стал вообще мало что подходить и они стали лезть и я долго думала два года на нее смотрела на вайтберрис и на озон ее видела заказала себе мыльную основу вот эту чистотел жидкая основа и делаю уже на ней уже второй раз короче шампунчик который я делала еще месяца полтора назад я все еще мою волосы даже пару раз несколько раз принимала гель для душа в роли геля для душа просто интереса ради но как гель для душа она жидковата и надо ну очень слабая такая легкая пена как шампунь очень хорошо волосы сегодня мыла просто водой горячей ну не такой шов кипяток просто водой без всякого отвара и все равно они довольно пышные они перестали лезть раньше я волосы помою у меня в руке волос дофига в ванной их дофига на щетке и так еще где-нибудь линяют ну одно дело когда они просто периодически линяют а другое дело когда они кулаками сыплются конечно это не сто процентов именно от этой мыльной основы что вот все хорошо стало с волосами я еще там всякие орешки ем не помню съела сегодня орешек у меня в день бразильские один два один или ну чаще всего один орешек бразильские сутки я ем вот у меня есть подружка она лопает после обеда горсточку таблеточек а я заменяю вместо таблеточек лопаю бразильский орешек ну как бы можно заниматься минимальным спортом вовремя более-менее ложиться спать вести более-менее правильный режим питания с нагуляния и так далее не сидеть до пяти утра в онлайн игрушки тогда не придется жрать всякие колеса а можно в общем этот ну как бы съесть там какой-нибудь орешек сухофруктик короче вот мыльная основа она у меня идет на уход февраля я на ее основе сделаю какой-нибудь шампунчик тот у меня был с лавандовым эфирным маслом и лавандой еще чем-то там ну интересно глянь там какой-нибудь ролик я наверняка его уже рекламил этот шампунь самопальный а этот я уже делала даже как-то с добавлением березового дегтя вот пока не решила что сделаю на основе этой мыльной основы но будет какой-нибудь шампунь на февраль довольно экономично кстати хоть она и стоит где-то вот мне обошлась около 600 рублей но она где-то так и стоит 570-700 максимум но довольно выгодно так у меня тоника нету давно уже у меня самопальный тоник я иногда делаю какой-нибудь настой трав чтобы ну в смысле отвар трав чтобы голову катить отливаю немножко в пузыречек и протираю этим лицом иногда делаю какой-нибудь настой чисто трав специально иногда завариваю чай и чуть-чуть оставляю иногда завариваю чай и понимаю что это пить нереально но можно протереть лицо а тут я что-то юзу его как крем для рук потому что когда кошка царапает руки то ну я как-то помазалась алоэ думаю помню как-то гелем алоэ мазала и все нормально вместо кайлаша вот кайлаш когда кушаешь им руки нанес на руки нанес он пахнет так специфически немножко по запаху напоминает плесень пищевую знаете уже есть после этого не хочется я мажу сейчас пока алоэкой в общем я им протираю лицо вот сейчас перед роликом протерлось лицо перед тем как помаду на губы нанести я им мажу руки и он у меня сейчас идет вместо тоника для лица у меня конечно есть маленький самопальный тоник для лица мне его не сложно сделать но что-то вот сейчас я пока алоэ использую вот этот именно как тоник для лица вместо тоника для лица очень хороший на самом деле алоэ у меня тогда обошелся 3 флакончика за 160 рублей у меня какой-то бонус был на алиэкспресс это поле китайская фирма увлажнение и питание алоэ вера 99 процентов содержания натуральная алоэ эссенция гель для лица и тела на самом деле там еще куча всякой хренатени ну не очень так чтобы слишком много хренатени но есть тут 160 миллилитров у меня там еще один в запасе есть и один я подарила человеку которому ну короче хорошему человеку в общем вот вот такое алоэ мне кажется это у этой поле кстати есть зубная паста такая вот выдавливается похоже на флакончика как от жидкого мыла но я в этот раз купила себе немножко другую пасту тоже китайскую которая еще не забрала а вот поле потом может куплю ее ну в общем хорошая фирма поле про поле я случайно вообще узнала я хотела заказать сначала биоаква алоэ гель но на тот момент пока я уже собиралась скомпоновать заказ оставался только поле я загуглила оказалось это китайская фирма ничем не хуже биоаква про которую узнала благодаря одной своей подписчице и вот юзаю у меня был есть ну короче есть запрос на смр где надо я так поняла про свою косметику самодельную поговорить и шепотом показать ее как вот у меня был обзор косметички и намазать на ногти воск для ногтей которые я делаю сама себе если хотите можете заказать под предоплатье я вам тоже сделаю вот для ногтей вот для ногтей тут это универсальный вот для ногтей тут раньше был блеск блеск для губ я его называла пингвин с блеском в жопе благодаря этому пингвину в 2014 году один программист увидел на тефоретнике фоточку его монитора который до сих пор у меня юзает этот монитор ассор и сказал что пингвиненку нужен дам и хрен ли я тут одну винду юзу у меня на долину я как-то так за два с половиной дня и очень быстро это изучила даже меньше чем за два с половиной дня и теперь у пингвиненка есть дом в общем тут у меня находится сейчас до этого тоже как-то был самопальный блеск я туда заделала сейчас у меня тут как бы возле ногтей ну и можно как использовать как бальзам для губ в принципе я его использую как бальзам для губ дома или перед выходом на улицу такой нейтральный или как возле ногтей я не помню делала ли я обзор может просто в телегу заливала может в инстаграм еще кидала ну в общем тут эфирное масло какао не какао кокосовое масло и иногда воск пчелиный в общем вот вот это бальзамчик у меня для губ и попутно возле ногтей ну и там просили намазать воском его втереть вот однажды я запишу этот смр сейчас я не могу втереть потому что у меня лак на ногтях так вот это у нас на февраль идет у меня тут соль для ванн я это каждый день соль для ванн морская 500 грамм обычная что-то рублей 17 или 18 стоит за пол кило как-то была в Ашане взяла купила там чисто соль морская без всякой хрена тени но я делала пока только вот тазик для ног и ручки мне надо было увлажнить обработать и так далее эту самую кутикулу подальше отодвинуть его вот она у меня теперь пойдет на февраль я сделаю себе ванну с пеной с солью и вот несчастье ты спрашиваешь наверное зрителя где же пена для ванн которую я собираюсь себе вот сделать что-то у меня тут пожелтело лампа с децел совсем пожелтело во вернемся сюда да я еще не смотрела этот ролик я честно-честно смонтирую его постараюсь ну в крайнем случае на следующей неделе короче пена для ванн я ее еще не открывала это тоже подарок от подписчицы люлечки это зеленое яблоко пена для ванн эйвен 500 миллилитров вот такая мне очень нравится пена для ванн эйвен вот в таких флакончиках они хорошую пену правда вот на механке у меня немножко другая вода горячая была которая от солнечного идет а здесь горячая вода вот чисто цветочность там же сам по себе ну в район где я сейчас живу и она как-то пену не очень давала надо было или вот в самый последний момент налить этой пены в ванну когда уже ванна набралась или побольше как-то налить потому что ну такая блекленькая пена я не знаю чем то у нас эту горячую воду делают что тут что туда добавляют что она убирает эти мыльные вещества такие ну в общем я сделаю на днях эту ванну с такой этой пеной спасибо лелечке так у меня тут есть лунатура энзимная пена порошок для умывания все еще и на есть вот столько тут еще вот 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 досюда вот так вот тут еще она есть при том что она мне не полный флакончик достался это подписчица света со мной поделилась чисто так вот чтобы я узнала что такое существует и при случае если мне понравится я потом приобрету себе такое короче очень экономичная штука я иногда и каждый день умываюсь иногда даже утром и вечером умываюсь иногда когда вспомню иногда вот чисто ощущаешь что кожу надо как-то это она так очень легко скрабирует и умываюсь это японская какая-то фирма да вот сделана в Японии лунатура в общем спасибо свете очень хорошая штука она у меня на февраль идет такс чего у меня тут еще так как у меня крема для рук закончились и конечно дома я пользуюсь ну лосенчиком этим эйвановским который все никак не закончится но когда идешь куда-нибудь то надо все-таки какой-то хочется какой-нибудь флаг этот тюбичек иметь в сумочке на выход и хоть он ночной крем но я не догоняю вот эти крема для ног для рук ночные и дневные по мне это одинаково может он просто более чуть-чуть жирный эйванкл увлажнение лавандовые сны крем для рук не грызи тут ничего крем для рук для всех типов кожи 75 миллилитров это подарок от подписчицы лелечки вот сейчас кстати можно и намазать им лапки он у меня будет юзаться в феврале хоть я и открыла его сейчас хороший крем быстро впитывается ну не ощущается вообще так что я вполне думаю его можно юзать и днем приятный такой нейтральный аромат можно в сумочку с собой засунуть в общем он у меня будет заявлен на февраль уж не знаю вот если он у меня в пустых баночках февраля но может быть еще и на март хватит у меня вот эта пенка еще есть и она переходит на февраль она довольно экономичная too cool for school я хоть так прочитала да да лондон нью-йорк яичная какая-то хренатень 30 грамм это подарок от подписчицы света корейская какая-то косметика вот не совсем так цвет передает где-то тут моя включалка лампы вот так вот так она будет лучше передавать я сейчас просто снимаю исключительно с лампой ну как бы в полутемной такой комнате у нас 4 часа дня или как или вечером в общем вот такая пенка очень экономичная буквально там стрит ногтя ну как обычно вот эти корейские азиатские пенки так вот эта маска я ее на лицо так больше и не юзала но я ее юзала как маску для рук чтобы увлажнить руки а потом через какое-то время смыть на самом деле это маска это тушь подарок от подписчицы света ночная маска с маслом ши опи не знаю как вообще читается это какая-то корейская маска ночная маска для лица с питательным питательная с маслом ши 50 миллилитров один раз я ее нанесла и я ее просто ощущала на себе я не смогла ее с ней ночь прожить я ее смыла раньше времени потом я ее тоже как-то нанесла но я ее чувствую может быть это так и надо когда ты чувствуешь маску ночную я просто никогда масками ночными не пользовалась ночными кремами у меня универсальный крем иногда вот когда-то одно время пользовалась но у меня от ночных кремов такого не было чтобы я ее чувствовала на себе и я в итоге ей мажу руки когда они без всяких вот этих царапок ну когда царапки уже зажили и нет открытых ранок а потом через час или два иногда через полчаса смываю и кожа намного лучше в общем вот такая маска для лица используется как для рук мной переходит на февраль так у меня тут по моему еще две штуки только осталось но дезик и кто не в курсе я делаю так же самая у меня из воска и кокосового масла дезик потому что на другие у меня в свое время была аллергия я как-то привыкла уже к этому он мне в холодильнике в принципе ну ничего необычного обычный кусок такой примерно как блеск для губ только большой такой с немножко другими эфирными маслами в общем у меня тут кремик есть для утра и ночи и фраше пюркамель мне его надо заюзать до сентября этого года увлажняющий крем для всех типов кожи день и ночь наносите на кожу лица я отбегаю конкурс глаз очень экономичный я конечно им не каждый день пользуюсь честно когда вспомню иногда я им пользуюсь как кремом для рук потому что он стоит рядом и за ним ближе идти тоже совсем чуть-чуть ну довольно так вот мне кажется я уже где-то половину может использовала одну треть то точно приятный аромат не липкий хорошо быстро впитывается и вот реально иногда вот наношу чисто вот так вот у меня сухие бывают тут моменты когда у меня или бессонница или я мало спала в силу разных обстоятельств или еще что-то и вот наношу и пару дней все нормально вообще мне его все время посоветовала подружка одна моя она его регулярно покупала а у меня просто был как-то заказ давно в фраше и там на выбор можно было выбрать подарки я его выбрал он долго долго ждал своего часа и вот уже вот юзается так ну и последнее лосьон опять вверх ногами держу да масло кокоса восстановление лосьон для тела для сухой очень сухой кожи 400 миллилитров у него закончился срок годности но консистенция не изменилась и я вот его наношу вообще никаких вот ну каких-то неприятных моментах не ощущаю ни одна подписчица ну как бы я с ней советовала с вами зрители мне одна подписчица написала что тоже некоторое средство которое уже срок годности закончился юзает и все нормально ну а если у них все нормально с консистенцией он у меня стоит вот так потому что ну удобнее открывать там не очень много осталось я его использую как вот молочко для лица как молочко для тела сегодня вот и увлажнялась иногда как вот весь месяц весь этот месяц у меня заявлено было но не весь месяц периодически использовала как крем для ног как крем для рук ну и вообще я им как-то пыталась пользовалась его как снять помаду с губ как молочко очищающее вполне нормально я помню у меня есть ну одна подруга есть она когда как-то мне присылала под видом молочка для лица и фракшерское мини молочко из еще тогдашней серии плейдернатур которые вот такие вот были еще ну такие древние еще там лет 2011-20 год еще когда вот такого форматика ежевика и она говорит я им протираю лицо смываю там этот бальзам или что-то такое вот но в принципе оно было изначально для тела и как бы нормально было в общем так как у меня сливки практически закончились и будут в пустых баночках то это у меня еще будет как и смывание морды лица всей косметики у меня для лица только помады в общем вот это будет у меня на февраль вроде как у меня все вот это все что я обозрила это у меня вот как раз на февраль всем спасибо за просмотр если вы что-то подобное юзайте или еще как-то и пользуете значит как я допустим лосьон для тела как лосьон для протирания фейса использую ну мало ли еще кто как дайте знать коментах будет приятно посчитать пока эй зритель поставь лайк пожалуйста